Здравствуйте! Съемочная группа телеканала «Брянская губерния» находится в департаменте здравоохранения Брянской области. И сегодня, здесь и сейчас мы поговорим с его руководителем Сергеем Гологановым. Сергей Александрович, здравствуйте! Добрый день! Скажу вам честно, если бы всего год назад меня спросили, буду ли я брать интервью у руководителя департамента здравоохранения Брянской области по вопросам коронавирусной инфекции, я бы точно ответила нет. Но прогноз ему не сбылся. Как мы видим, тема сегодня это очень актуальная до сих пор. Не так ли? Действительно, эта тема очень актуальна. Как и говорилось еще, наверное, в конце августа, в сентябре о том, что несмотря на многое предпринимаемое в плане борьбы с коронавирусной инфекцией, ожидается так называемая четвертая волна. Если говорить о ситуации в Брянской области, то в принципе заболеваемость новой коронавирусной инфекции у нас увеличивается. Если говорить конкретными данными оперативной сводки на 1 октября, то у нас на амбулаторном лечении сегодня находится 2857 человек, в наших госпиталях на утро находилось 1415 человек. При этом в реанимации 105 человек, из них 76 человек в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. И самое удручающее, что за сутки, к сожалению, мы не смогли спасти жизни 20 жителей Брянской области. То есть ситуация действительно крайне напряженная, и по прогнозам наших вирусологов, инфекционистов, к сожалению, ситуация никаким образом улучшаться не будет. Мне кажется, четвертая волна с наступлением осени уже в самом разгаре. А можно ли, сопоставив некоторые цифры, говорить о тяжести протекания той или иной волны? Ну, например, можно ли сравнить общее количество заболевших, находящихся в стационаре, либо на ЭБЛ? Вот какая волна самая тяжелая? Конечно, мы всегда проводим сравнения. Позади у нас, можно сказать, уже три волны. И, как правило, если отмечать какие-то общие тенденции, характерные именно для этого процесса, то, что, как правило, новая волна, она начинается на неполном спаде, я бы сказал, предыдущей волны. Ну да, затищи полного, наверное, у нас не бывает. То есть у нас никогда не было какого-то затищи, то есть когда наши стационары, наше амбулаторное звено, то есть у нас не было пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И, скажем так, от волны к волне во временном промежутке каждый раз эта ситуация становилась напряженнее и напряженнее. То есть о чем я говорю? То есть если раньше даже третья волна, да, то есть мы начинали третью волну, и у нас в стационарах находилось порядка 600-650 пациентов на лечении, да, то сейчас, можно сказать, мы начинаем, стартуем подъем. У нас идет с числа госпитализированных 1350-1400 человек. То есть в два раза больше? Соответственно, в два раза больше пациентов у нас находилось на лечении, и мы отмечаем подъем. Это, конечно, очень прогностически неблагоприятно. И также еще хочу сказать, отметить то, что все прекрасно помнят события совершенно недавних времен, когда у нас в реанимации не было такого количества пациента. То есть если у нас реанимации были в первой волне, то есть это 20-30 пациентов, то на сегодняшний день это цифра 100. И причем практически, скажем, две трети этих пациентов – это пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких, у которых, к сожалению, прогноз, как всегда, неблагоприятный. То есть что мы отмечаем? Мы отмечаем, во-первых, то, что заболевание начало протекать молниеносно. От момента возникновения заболевания, скажем так, проявления первых симптомов, до полного буйства красок, как говорится, до полного утяжеления проходят буквально считанные дни. И порой пациенты уже поступают за 3-4 дня болея дома, они поступают в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на то, что все необходимое лечение проводится в соответствии с теми клиническими рекомендациями, со всеми порядками, которые мы уже неоднократно обновлялись Министерством здравоохранения, по которым наши врачи амбулаторного и стационарного звена ведут пациентов с новой коронавирусной инфекцией. То есть вирус мутирует, каждый раз, к сожалению, эта мутация приводит к большей контагиозности и к тому, что заболевание протекает в более тяжелой форме. И причем это в данной волне, в четвертой волне, мы отмечаем заболеваемости среди групп всего населения. Да, еще я помню, что в первую волну говорили о том, что дети практически не болеют. Мы все уже знаем, что, к сожалению, болеют сейчас. Но насколько серьезна ситуация среди детей вот в этой четвертой волне? Действительно, я хотел бы отметить, что ситуация с детьми крайне нас, скажем так, настораживает. Настораживает по той информации, которую мы получаем из соседних регионов. Мы видим, что во многих регионах, даже центрального федерального округа, уже детей переводят на дистанционное обучение, вводится ряд серьезных ограничительных мер. Значит, если мы говорим о Брянской области, то на сегодняшний день, по данным федерального регистра пациентов с новой коронавирусной инфекцией, у нас на амбулаторном лечении находится 265 детей. То есть это до 18 лет. В нашем стационаре на базе первой городской детской больницы, где развернуто отделение для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день лечится 11 детей. Все дети, состояние их можно оценивать как состояние средней тяжести. Все необходимое лечение получают. Скажем так, состояние их жизни не угрожающее. Но если мы смотрим тенденцию последних дней, то ежедневно мы отмечаем прирост количества случаев заболевания среди детей. А самое, конечно, опасное и сложное, чего мы все очень боимся, это когда будет идти сочетание и острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и новой коронавирусной инфекции. Сегодня прошел оперативный штаб, возглавляемый губернатором Александром Васильевичем Магомазом. Было четко принято решение о том, что мерам могут быть приняты, если ситуация будет усугубляться. Если будет расти заболеваемость, соответственно, ограничительные меры, от которых мы уже все устали, которые уже всем надоели, но это вынужденная мера, мы должны остановить рост заболеваемости. Поэтому пока, конкретно на сегодняшний день, каких-то либо четко, скажем так, введения ограничительных мер не предвидится. В том числе и дистанционное обучение. Да, и дистанционное обучение. Но в случае ухудшения ситуации, соответственно, все мы ситуацию мониторим, и в случае ухудшения ситуации, конечно, мы можем вернуться ко всем ограничительным мерам. Давайте поговорим с вами о том, что должно было стабилизировать эту ситуацию, точнее, даже уберечь нас всех от коронавируса. Я говорю про вакцину, про вакцинацию. Вакцина у нас есть, и причем не одна, свободно, без очередей, даже уже сейчас, по-моему, без записи можно вакцинироваться. Вот говорили, что возможно победить, можно сказать, эту инфекцию, если будет вакцинировано около 80% населения. Какая у нас сейчас ситуация с вакцинированными? Да, действительно, вы правы. Единственным действенным способом прервать, скажем так, распространение вирусной инфекции, это является выработка иммунитета. Причем иммунизация – это не что иное, как единственный способ это достичь и осуществить. Значит, 80% взрослого населения у нас должно быть привито. Только тогда, по мнению наших ведущих специалистов, мы сможем достичь именно коллективного иммунитета, то, что говорится везде и всюду. Значит, то ситуации на сегодняшний день на территории Брянской области у нас привито 372 650 жителей региона, что составляет порядка 42% от того количества людей, которые должны быть привиты. Когда мы начинали кампанию по вакцинации, были определенные какие-то протесты, настроения у нашего населения. Потом люди поняли на фоне третьей волны, что действительно вакцинироваться нужно, был подъем. К сожалению, опять сейчас люди неохотно шли в многочисленные пункции вакцинации, которые были развернуты, хотя отмечаем рост заболевания, и последнюю неделю мы понимаем, что люди начали понимать важность этого процесса. Сегодня мы должны четко понимать, кто должен вакцинироваться и когда должен вакцинироваться. Здесь все очень просто, все едино. Преимущество, конечно, это должны люди вакцинироваться двухкомпонентной вакциной. И если человек не болел, если человек переболел, то через полгода, независимо от титра антител, можно вакцинироваться в принципе любой вакциной. Кто-то выбирает спутник лайт, кто-то выбирает двухкомпонентную вакцину. Здесь никаких либо вопросов нет. Возникает порой часто много вопросов, а когда нужно повторно вакцинироваться, тут четко скажу, что повторно нужно задумываться об этом через полгода после первичной вакцинации. Вот здесь, конечно, можно какое-то внимание уделить титру антител, иммуноглобулина G, но опять-таки это нерешающе, скажем так. Когда вопрос стоит о первичной вакцинации людей, не болевших ковидом, либо о первичной вакцинации людей, которые перенесли ковид через 6 месяцев, то здесь, конечно, ни о каком титре антител, ни о чем речи не должно быть. Все должны быть вакцинированы. Да, и все же цифры, конечно, которые вы назвали неутешительные. Всего половина от нужного процента, да, то есть 42, вы сказали, процента вакцинированных у нас сегодня. Примерно так, да? Да. Да, и я так понимаю, что в такой ситуации просто необходимо было закрутить гайки. Вот с 1 октября работодатели могут отстранять от работы неприбитых, без уважительной причины сотрудников. Расскажите об этом немного подробнее. Всех ли сфер деятельности это касается? Четвертое постановление главного санитарного врача Брянской области гласит о том, что ряд категорий работников, которые относятся к группе риска, это образование, здравоохранение, социальная сфера, торговля, транспорт, все должны быть вакцинированы. То есть те, которые контактируют с людьми, правильно? Те, которые непосредственно контактируют с людьми, и там, где очень высокий риск, скажем так, распространения инфекционного процесса в коллективе. Мы начали наше интервью с прогноза, моего прогноза год назад, я вам сказала, как оказалось неверного. Но ваши коллеги, которые уж точно побольше меня разбираются в вопросах эпидемии, вакцинации и прочего-прочего, вот часто как раз-таки в СМИ их спрашивают, им задают вопрос, как вы думаете, когда это все закончится? И вот все по-разному отвечают, но чаще всего я такие ответы читаю, что примерно через год, вот 2022, мы должны это победить. Кто-то говорит, что это останется с нами навсегда, и коронавирусная инфекция будет такая же, в общем-то, в более легкой форме, как обычная сейчас инфекция, в том числе и грипп. Вот, Сергей Александрович, а какой бы вы прогноз дали? Вы знаете, наверное, трудно давать сейчас какие-то прогнозы, потому что уже практически полтора года мы находимся в пандемии. К сожалению, у нас цифры неутешающие на сегодняшний день. предпринимается очень много, но зачастую люди, к сожалению, нас не слышат. Вы в чем видите выход? Выход только вакцинация. Другого способа у нас нет. На самом деле, те цифры, которые я озвучил сегодня, они очень устрашающие. Причем мы говорим о том, что болеют абсолютно все. Универсального лекарства для лечения этой тяжелой группы пациентов, к сожалению, на сегодняшний день нет. И мы видим, что заболеваемость растет, количество тяжелых пациентов увеличивается. У нас начали болеть дети, у нас болеют беременные. Причем порой даже у нас есть, к сожалению, трагедии, связанные со смертью беременных. Это единичные случаи в Брянской области. Их два, но их два, и они есть. И при этом все наши призывы о том, что нужно сделать прививку, носить маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию, они, к сожалению, не работают. На сегодняшний день коронавирус, он не выбирает по возрасту, он не выбирает по социальному статусу. Болеют все, и болеют порой очень тяжело. Спасибо вам за беседу. Давайте пожелаем всем здоровья и, конечно же, вакцинироваться. Всего доброго.